Правительство на неделе заговорило об ужесточении антитурецких санкций. Пока неизвестно, в чем это будет заключаться, но сама тема ограничения торговли с Турцией в заголовках. Здесь и вопрос, чем заменить дешевую турецкую обувь и дубленки, если они попадут под запрет. И ответ, Китай нам в помощь. И обсуждение, смогут ли Армения, Азербайджан и Египет заполнить полки своими помидорами и цитрусами перед Новым годом. Но при этом оживился рыбный рынок. По крайней мере, Росрыболовство заявило, если косяки Себаса и Дорады из Турции не приплывут, это поможет тем, кто ловит треску, мента и палтус. Вкус привычный с детства. Мой коллега Евгений Лямин разбирался, а что мешало до сих пор ловиться рыбке большой и маленькой. Ведь на прилавках даже самые простые окуньки дороже мяса. Мы живем в Мурманске, а Мурманск как бы портовый город. Это получается, что мы за рыбу платим так. В Норвегии она стоит копейки, а здесь очень дорого. Горбуша стоила в прошлом году 130, в этом году 175. Это самая дешевая в мире. Это 90-х. Даже 100-х. Парадокс жизни. Живем на рыбе, а рыба стоит гораздо дороже. На прилавках рыба словно золотая, правда, не исполняет, а отбивает желание. Покупать. Даже здесь, в портовых городах. Даже здесь, на рынках, где, как водится, подешевле. Продавцы поясняют, она уже успела позолотить своей чешуей не одну руку, а порядка десяти. Она только в море будет. Два-три раза перепродается. Вы представляете, сколько, куда она только не идет. Она идет и на Японию, правильно? Сейчас около Кольского залива. И всегда он был полон залив, был полон судов. Стояли на северном ряде, южном, в рыбном порту. Сейчас, к сожалению, судов стало намного меньше. И одна из причин – это условия обработки судов в порту, работа контролирующих органов. И время, которое мы тратим рыбаки здесь, в российском порту, как правило, в три раза выше, чем, допустим, у наших соседей в Норвегии. Бурманская в Норвегию, дальневосточная в Китай, Японию и Южную Корею. В иностранных портах нет административных барьеров, построена вся необходимая инфраструктура. В России порой и отгружать некуда. Кроме того, пограничный досмотр, портовые сборы, федеральные и региональные ветеринары. Эксперты называют цифру. За ветеринарные справки все рыбаки России в год платят порядка 9 миллиардов рублей. Больше половины российской рыбы уходит на экспорт. И вот эти экспортные цены, цены международных рынков, международных аукционов на нашу очень востребованную, качественную российскую рыбу, они ее поднимают и тянут внутренние цены тоже, соответственно, вверх. Наверное, из всего здесь можно обратить внимание только на терриску. Но это 295 рублей за стейк. Совсем недавно это была цена семеньки и форели. Красная рыба теперь только в красный день календаря стала исключительно праздничной. Курица или рыба? Нередко при походе в магазин, говорит хозяйка, этот вопрос сразу снимается. Конечно, птица. Спад потребления рыбы заметили и на кухнях общепитов. Теперь уже точно четверг рыбным днем не сделаешь. Слишком роскошно. Люди, ну сейчас цена, их пугает цена, потому что выход по рыбе сейчас небольшой выходит. Чтобы уложиться в ту сегментную политику, в той же столовой, порция мяса будет намного больше, если брать одну цену. Путь рыбы от корабля до прилавка словно наваристая уха. Причем наваривается кто как может, нередко ничего не делая, просто подписывая и перекладывая бумаги, перепродавая рыбу. Чаще всего схема доставки выглядит так. На берегу у рыбаков выкупает улов компания «Последник». Далее она перепродает рыбу уже тем, кто занимается транспортировкой. Еще одна наценка. Плата за перевозку, конечно, тоже включается в конечную стоимость. После прибытия в Москву товар разгружают на базе. Здесь появляются другие крупные оптовики. Они скупают рыбу, делают свою надбавку и продают мелким фирмам. Таких может быть 2, 3, 4. Они перепродают рыбу друг к другу по цепочке и ловят свою прибыль в мутной воде. Таким образом, рыба уже автомобилями разводится по городам. Здесь снова транспортная наценка. Фуры идут в обратном направлении. Рязань, Нижний Новгород, Кайзань. Далее магазины. У них, безусловно, тоже торговая надбавка. И на прилавок попадает рыба в 3, 4, а то и 5 раз дороже, чем та, которую продавали рыбаки. В этом году уровень перевозки равен 2014 году. Уровень одинаковый, но цена меняется. Средняя стоимость перевозки одного килограмма рыбы 6-8 рублей. Но когда начинаются пути на красные рыбы, август, сентябрь, октябрь, цена взлетает в два раза. Если это дорогая рыба, скажем, мерка, то перевозка получается 5-6% от стоимости. А вот для той же народной рыбы селедки цена перевозки доходит и до 30%, говорят участники рынка. Как только это скоропорт, он тут же берется с него дополнительная плата за большую скорость, якобы. И он с Дальнего Востока до Москвы идет 40-футовый контейнер стоимостью 180 тысяч рублей. Китайские ботинки едут за 80 тысяч рублей в этом же поезде. Наболевший вопрос был озвучен в октябре на заседании президиума госсовета, посвященного рыбной отрасли. Это заседание большинство участников рынка вообще назвали историческим. Были подняты проблемы, которые не решались годами. РЖД уже пообещало проработать вопросы, что называется, дать зеленый свет рыбе. Выравнивание тарифа, изменение правил перевозки. Кроме того, еще одна серьезная проблема – подвижной состав. Рефрижераторные вагоны производились в Германии и Брянске. И то, и другое предприятие давно закрыты. Статистика такова, что из строя выходят до полутора тысяч вагонов ежегодно. И к 2019 году не останется ни одного. На смену им приходят контейнеры, но тоже импортные. После госсовета Уралвагонзавод получил тех задания, кому же пообещали начать производство специальных контейнеров к 2017. Но важно не только на чем вести, а главный вопрос – откуда и куда. Основная, конечно, задача – это создание инфраструктуры. Причем инфраструктуры, именно как товаропроводящие системы. То есть это должен быть большой логистический центр, оптово-распределительный центр. Создание вот этой всей логистической цепочки, ее оптимизация, она позволит сократить и сроки доставки, позволит сократить стоимость, позволит повысить качество. Оптово-распределительные центры и география такова. Владивосток, Новосибирск, Москва – строительство центров федерального значения. Здесь рыба будет перерабатываться, продаваться оптовикам и храниться. В Мурманске предполагается использовать инфраструктуру нынешнего порта. В крупных городах во всей России появятся небольшие региональные оптово-распределительные базы. И при таком взаимодействии удастся исключить ненужных посредников. Вот крупная база в Подмосковье. Сюда рыбу привозят. Здесь же находятся крупные оптовики. Работают две службы. Строится еще одно современное хранилище. По соседству будут развернуты цеха по переработке. И вообще сегодня рыбная отрасль в России, по выражению экспертов, имеет ресурсную направленность. И для того, чтобы от этого уйти, необходимо создавать конкурентные преимущества для тех, кто занимается глубокой переработкой рыбы. Так, по плану ставка сбора за пользование водными и биологическими ресурсами будет поднята с 15 до 100% для всех рыболовецких компаний. Кроме градообразующих предприятий, артелей, толхозов и предприятий, которые выпускают продукцию высокой степени обработки. Будет стимулирована поставка рыбопродукции на российский берег и доступность рыбопродукции для населения увеличится. Поэтому, на мой взгляд, здесь тенденция экономического стимулирования разнонаправленная. С одной стороны, возрастает ставка налогообложения по тем предприятиям, которые поставляют продукцию в менее обработанном виде на экспорт. И останется неизменно для тех предприятий, которые перерабатывают. Будут созданы условия, при которых продавать рыбу в России станет выгоднее, чем поставлять за рубеж. Все эти преобразования в отрасли фактически глобальная реконструкция. Конечно, сразу все изменить не получится. Но главное, говорят участники рынка, задан общий вектор развития и прописаны конкретные шаги. Евгений Рябин, Макар Руденчик, Дмитрий Климов, Денис Демешин, Ирина Близнюк и Сергей Чивэла. Воскресное время. Первый канал.